Меня зовут Алексей Ницца и сегодня я расскажу о том, как создать презентацию или инфографику за считанные минуты с помощью онлайн-сервиса Sprites. Функционал сервиса основан на HTML5, что говорит о высокой скорости работы даже на мобильных устройствах. Созданная инфографика является масштабируемой и она в полной мере соответствует концепции адаптивного дизайна. Для начала работы в Sprites необходимо зарегистрироваться или войти с помощью аккаунта в социальных сетях. После входа можно открыть ранее созданную работу, либо начать новую, указав название и выбрав в тему оформления. Редактор Sprites просто минималистичен. Слева основные инструменты. В центре рабочее поле. Добавлен еще один слайд. При необходимости каждому слайду может соответствовать название и краткое описание. Это удобно, если вы делаете презентацию или инфографику из большого числа слайдов. Также можно клонировать слайды и изменить параметр автоматического проигрывания, указав длительность показа слайдов. Нажмем Preview, чтобы увидеть, как это работает. Создадим для примера небольшую презентацию с элементами инфографики по статистике сайта Теплицы в этом году. Цифры могут отличаться от реальных значений. Для начала нажмем на кнопку элемента и добавим текст. Здесь нет ничего лишнего и практически нет настроек. Можно написать текст, изменить размер, ширину поля и выровнять по листу. Добавим следующий элемент, так называемый факт. Когда указывается числовое значение, единица, измерение и подпись. Опять же, настроек мало, можно поменять цвет числа. После создания факта можно добавить к нему иконку из встроенной библиотеки. Иконок много, так что есть из чего выбрать. Добавим следующий элемент, диаграмму. Переходим в поле данных и изменяем значения. Покажем, кто из наших посетителей какой операционной системой пользуется и сколько заходит с мобильных устройств. Заполнить таблицу можно вручную или загрузив Excel файл, либо Google таблицу. А также можно указать прямую ссылку на файл с данными. После создания диаграммы можно изменить тип. Поменяем ее на бары. Какие элементы можно добавить еще? Например, фигуры. Это элементы инфографики из нескольких иконок, часть из которых другого цвета. Это отличный вариант показать часть чего-то. Иконки можно также сменить на другие из библиотеки. Можно вставить таблицу. Добавим линию разделитель. Изменим размер и передвинем на нужное место. Еще одна опция текста – это цитата, когда можно указать текст и подпись. Добавим еще один факт о количестве посетителей сайта за этот год. Если необходимо создать слайды с похожими элементами, например, с надписями, то проще скопировать слайд, нажав в настройках слайда «Клонировать». Удалим на слайде лишние элементы и покажем еще один элемент «Карту». Здесь можно отобразить карту мира и показать определенную страну или город. Добавим сюда еще один факт о посетителях нашего сайта. Клонируем еще один слайд, на нем покажем три самые посещаемые страницы нашего сайта с публикациями. Для этого можно вставить изображение с помощью прямых ссылок, а также добавить нужные факты, числа и текст, название статей. Теперь нажмем на предпросмотр и увидим, как будет выглядеть конечная работа. Теперь, когда мы проверили, что все отображается, как и планировалось, можно опубликовать презентацию, включить кнопки управления перехода между слайдами или включить автоплей, установить пароль при желании, а также вставить код на свой сайт или поделиться ссылкой в социальных сетях. Теперь, если поменять тему оформления, изменится вид отображения некоторых элементов, поэтому рекомендую попробовать варианты, чтобы все проверить. Таким образом, редактор Sprite отличается минимализмом и представляет собой набор только нужных элементов, что помогает сделать процесс создания инфографики интуитивным и сосредоточиться на содержании.